Давайте продолжим, скажите, пожалуйста, какие углы или чьи углов этого треугольника? Это действительно супер-продача. Ее придумал замечательный человек Сергей Иванович Токарев. Он живет в городе Иваново. В свое время он придумал просто фантастическое количество действительно сложнейших... Нужно посчитать углы? Да. 27-й турнир городов. Задача номер 21. Формулировка здесь такая. Углы треугольника относятся как 1, 2, 4. Проведены бисектрисы, пересекающие сторону в точках А1, В1, С1. Найдите величину углов. На турнире городов она была в такой формировке. Докажите, что этот треугольник равновесен. У готового вершина, это основание бисектрисов. Чтобы решить эту задачу, очень полезно представить себе вписанную в окружность, правильный для начала 7-ми угольников. Давайте подумаем. Число 7, оно же непроста. Значит, очень полезно все-таки нарисовать правильный 7-ми угольников. Ребята, вообще, в геометрии очень часто бывают задачи, в которых 45 градусов, 30 градусов. Довольно часто, где бывает 72 градуса. А вот задача, в которой по существу подникает седьмая часть, довольно редко что-то. Но давайте уже это смотреть. Берем одну углу, потом берем две углы, и потом берем четыре угла. Значит, если в качестве наших треугольников мы возьмем вот такой, то у него углы будут именно такие, как нам нужно. Смотрите, пожалуйста. Почему? Потому что вписанный угол – это половина центрального. Ну, берем центральный угол – это седьмая часть от 360 градусов. Значит, вписанный угол – это седьмая часть от 180. Давайте обозначим 180 градусов разделить на 7 буквы альфа. И в таком случае в нашем треугольнике, смотрите, какие будут углы. Здесь будет альфа, здесь альфа, альфа. Так, здесь будет что? А здесь у нас будет дубисектриса. Потому что эти углы будут как дуги равны. И когда мы здесь проведем то же самое, то же самое. Вот это будет точка центра вписанной окружности, да? Так, давайте введем обозначение. Точка А, В, С. Вот эта вот точка будет называться Y. Это будет называться Z. Вот эта вот точка пересечения со стороной будет называться X. Ну, конечно, теперь нужно заниматься исследованием вот этого треугольника. Там есть большое количество равнобедренных треугольников? О, да! Там есть большое количество равнобедренных треугольников, и они нам все нужны. Пожалуйста, расскажи что-нибудь про равнобедренные треугольники. Ну, есть равнобедренный треугольник B, C, Z. B, C, Z. Смотрите, почему. Потому что здесь вот тут два альфа, и здесь два альфа. Значит, C, Z – это то же самое, что Z, B. И еще треугольник А, Y, B. Так. А, Y, B. А, Y, B. Здесь угол альфа, и там альфа. Значит, А, Y – это то же самое, что Y, B. Еще X, C равно C, I, равно и Y. А, B, это почему? Потому что треугольник X, C, I равнобедренный. Почему? Ну, это очевидно. А, B, почему? Сейчас. Ну, просто считаем угол. Смотрите, угол C, угол И, C, X – это два альфа. Я понимаю, да. Угол C, I, X – это два с половиной альфа. Потому что это угол внешний для треугольника А и C. Да. Ну и значит, второй угол C, X, I – тоже два с половиной альфа. Я боюсь, что это уже не только мы у нас с тобой не успевают понять. Ребята, давайте мы все-таки попытаемся как-то разобраться с уголами этого маленького треугольника. Для этого я его нарисую побольше. Значит, вот есть вот такой треугольник. Смотрите, C, I, и вот здесь вот у меня точка X, да? Точка X – это пересечение бисектрисы со стороной B, C. Значит, понятно, что вот этот угол – два альфа, так? Так, теперь очень интересный вопрос. Чему район угол B? Смотрите, вот здесь четыре альфа, там половина альфа. Значит, чтобы найти вот этот вот угол, надо синий альфа, а снять четыре альфа и половину альфа. Это будет пять вторых альфа. А как это навяжка? Можно взять треугольник B, A, X, и это будет внешний угол. Можно посмотреть на треугольник A, X, B. Здесь угол 2 альфа, здесь половина альфа, а это внешний угол. Ну, в любом случае, вот это, вот это два с половиной альфа. Два и два с половиной – это сколько? Четыре с половиной. Но если из семи вычесть четыре с половиной, то здесь то же самое будет. Значит, отрезок какой-то Си равен отрезку Си равняется Сх. И еще Си равно И. И еще Си равно И. Си равняется И, И. Это почему? Смотрите, АСи – это два альфа, а угол Си – И – это тоже два альфа. Вот этот угол 2 альфа, потому что здесь альфа и здесь альфа. Отлично. Игрик И, потому что здесь два альфа. Да, и там два альфа. И там два альфа. Си и И. Отлично. Так, теперь надо все-таки все нарисовать. Си, Игрик И и Си. Это очень странно. Си, И, Игрик И и Сх – вот эти вот три отрезка равны. Абсолютно непонятно, зачем нам это надо. Это задача по элементарной геометрии без вычислений. Поворот и поворот. Правильно, поворот. Осталось понять, вокруг какой точки, на какой угол. Все будет сделано. Буквы в математике называют так же, как их называли немцы. И сейчас называют их, Александр Васильевич, это важно. И сейчас так называют в Германии. Разумеется. Германия жива. Да, да. Германия жива, да. И она не просто жива, она реально все еще восстанавливается после Второй мировой войны. В Нюнхене я был и в некоторой церкви, очень красивой, замечательной. Там просто на стенке висит табличка о том, что сейчас там такая-то очередь восстановления, что вот там в 1900 в таком-то году там было сделано то-то, в таком-то то-то, а вот там сейчас мы сделали то-то. Они огромное количество всего реально восстановили. Восстанавливают, восстанавливают. Это замечательная штука. Надо повернуть вокруг точки Z, чтобы при этом точка Y перешла в точку X. На какой угол? Это мы должны сами собрать. Что такое точка Y? Это пересечение отрезка B, T с чем? С А, С. Давайте зафиксируем это. Точка Y это пересечение B, Y и А, С. Значит, мы хотим сделать такой поворот вокруг точки Z, чтобы эти две прямые, одна и другая, как-то замечательно перешли. А, С, ты хочешь, чтобы перешло в ЦБ, так, А, Б, Т, куда перейдет? В А, A, ВX. А, B, T, В, X? Нет. П, B? Нет. Вы хотите, чтобы я поставил вот эти точки? К, Л, М, ТВ перейдет в СК. Вы хотите, чтобы точка С переходила бы в точку В. Тогда точка П перейдет в точку А. Точка П перейдет в точку А. Точка П перейдет в точку А. Так. Ребята, а вот это уже надо, чтобы все поняли. Мы знаем, что СЗ равняется ЗБ. Но при этом, на самом деле, вот эти отрезки тоже равны. Давайте поймем почему. Потому что вот этот отрезок весь равен этому отрезку. В самом деле, здесь было три больших дуги. И здесь тоже три больших дуги. Значит, вот эти отрезки равны. И если З перейдет в Б, то действительно у нас Б перейдет в А. Это очень хороший цвет. Мы знаем угол поворота. Угол поворота. Там три седьмых от 180. Что это за угол? Это полусумма вот этих вот дуг. Каждая из них, это одна седьмая от 300. Это три седьмых от 360. Полусумма. Получается три акции. Получается три акции. Перейдет в А. А, нет. Б перейдет в А. Значит, С перейдет в Б. А Б в А? А почему это? Дело в том, что З – это не центр окружности. Я не понимаю, почему это идет в А. Куда перейдет прямая АС? Точка С перейдет в Б. Отлично. А вот это куда перейдет? Мы же знаем угол поворота. Разве нет? Мы знаем угол поворота. У нас поворачивается на три альфа. Значит, была вот эта прямая. Она повернется на три альфа. Господа, все помнят, какой угол здесь? Четыре альфа. А если здесь четыре альфа, здесь сколько? Здесь три альфа. Значит, когда вы взяли прямую и повернули на три альфа, она как раз стала неправильно этой. А поскольку при этом точка С перешла в В, то на самом деле вот эта прямая АС перешла в прямую ВС. При этом точка А перешла, я не знаю, куда. Неважно, куда. Но мы точно знаем, вот эта вот прямая, это прямая ВС. Прямая АС перешла в прямую ВС. Это уже огромная часть. Потому что про прямую АС мы уже поняли, что она перешла сюда. Если теперь еще суметь что-то сказать про прямую ВС, то в таком случае вообще все будет здорово. Можно сказать, куда перешла точка И. Куда перешла точка И? Да. Я не знаю, куда. На отрезок ВС. На отрезок ВС. Точка И перешла куда-то сюда на отрезок. Да. Потому что есть три альфа. Да. Если угодно, да. Точка И перешла куда-то сюда и штрих. Контролируемый образом. То есть там возник этот вихлястый отрезок. Да, да, да. У нас был отрезок ВС. ЦИ. 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 Что ЦИ? Был отрезок ЦИ, он вот сюда перешел. Ну, мне очень понятно, зачем, но да. А у нас не получится ВТ в разделье ВС. Между ЦП и ВТ угол 4 альфа. Значит, какой был здесь угол? И вот это. Т и С. Это было сколько? 3 альфа. Это было 3 альфа. Ну да. 3 альфа и прямая переходит, поворачивается на 3 альфа. Да. Совершенно верно. Значит, прямая ВТ переходит в прямую, которая параллельна прямой ЦП. При этом она проходит через точку и штрих. И что дальше? Я не очень понимаю, как рисовать эту параллельность, но вот как-то здесь она проходит. Да. Ну и теперь в каком отношении делится бисектриса АМ отрезок ЦБ? Потому что мы знаем, чему АМ вихлястает? Нет, считать я ничего не хочу. Отрезок. И мы знаем из подобия такого. Здесь все улаза вообще без счета. Зачем? Может посчитать и все получится? Мы уже поняли, что прямая ВТ составляла здесь у 3 альфа, значит она перейдет в параллельную. Ребята, надо вспомнить вот эти вот жуткое количество этих равных отрезков. Давайте подумаем, что с ними было. Проведите отрезок ТП. Отрезок ТП с удовольствием. Надо доказать, что отрезок СТ равно ТИ. СТ равно ТИ. СТ равно ТИ? Да. Зачем? Потому что тогда ТИ это ИУ плюс ИТ. ИТ равно МВ. А ИИ равно ЦМ. Ничего не понял, но... Вам надо доказать, что ЦУ равно МВ. Мне нужно доказать, что вот этот отрезок равен этому. Да, это правда. Замечательно. Для этого вам надо доказать, что ТИ равно ЦБ. ЦБ равно ЦТ. А треугольники ЦТП и ИТП конкурентны по четвертому признаку. Это легко посчитать просто углы. Какие? Ты можешь вытягивать? Наверное. Давай. Есть еще такой отрезок. Да. Вот эти два отрезка равны. Да, равны, конечно. Нужно доказать, что вот этот отрезок равен такому отрезку. Ещё раз. МВ равно ИКЦ и ИКЦ и ИКЦ. Да, да. Теперь у нас есть два-треугольника. ИКЦ. Да нет. Посмотрите. Какое это? Это-то мы знаем. Ну. А, ИКЦ равняется ВИК. И эти отрезки равны. Просто они равны. Нет, вы это знаете. Хорошо. Тебе надо было делать отрезок равен вот этому. Да. Для этого достаточно доказать, что ЦБ равно 3И. ЦБ равно 3И. А для этого нужно доказать, что ТИ равняется ЦС. Да. А тут просто углы. Да. И кстати, знайте, что ТИ равно УВ, а УВ равно ЦБ. Вот. Значит, у меня предложение. Давайте я вот это вот сотру. Сейчас ты нарисуешь заново чертёж. И заново расскажешь решение так подсказывать. Что вот эта девушка, конкретно вот эта. Она является твоей целью. Она должна понять, что жизнь прекрасна. И что вот без этой теоремы она вообще вот до этого жила. Начать сначала. Нарисовать заново чертёж. Ну давайте начнем, чтобы вы поняли, что жизнь прекрасна. Так. Я разделю на 7 частей. Да, да, да. Ц, А. Так? Да, да, да. Это. Беситрий с угла С. Беситрий с угла В. Беситрий с угла А. Такая натимка. В, Т, И, Х, буква М, Y, Z. Что мы делаем? Что мы делаем? Жена, мы помним про эти подобные треугольники. Коль, можно без ссылок? Я тебя просил заново рассказать решение. Альца, 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 два альца, два альца. Да. Теперь. Б, Y, A. Это равнобедренный треугольник. Это понятно, в чём? Б, Y равняется Y, A, потому что углы при основании равны альфа. Да. Б, Y равно А, C, потому что такие две хорды. Да. Поэтому, C, Y равно Y, T. C, Y равняется Y, T, потому что это разность, да? C, Y – это C, A минус A, Y, Y, T – это B, T минус, соответственно, Y, B. И при этом отрезки A, Y и Y, B равны, потому что треугольник, там углы при основании равны. Отлично. Дальше. Теперь, вот этот угол – три альфа, потому что это внешний угол в треугольнике И, C, B. Альфа плюс два альфа – три альфа. Да, конечно. Понятно? Да, да, да. Точно? Теперь, угол T, C, B – это тоже три альфа. Ну, потому что опирается на треугольники, да. Теугольники – раз, два, три. Поэтому И, T равно C, T, равно C, B. Да. Поэтому… Пора делать пора. Вот здесь альфа пополам. Да. Вот здесь два альфа. Да. Поэтому мы знаем угол C, M, I. Да. два альфа. Два с половиной альфа. Пять альфа. Альфа. Да. Рассмотрим треугольник подробнее. Какой треугольник? Какой здесь угол? Надо из семи альфа вычесть сначала два альфа, и потом еще пять вторых. Какой угол? Пять вторых. Пять вторых, правильно. Треугольник C, X, Y, M, . Да, 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 X, конечно. Спасибо. Итак, в треугольнике C, X, Y, есть углы два с половиной альфа, да? Так. А теперь есть треугольник B, Y, A. У него есть внешний угол C, Y, B. Он равен двум альфам. Так? Ничего не понял. Еще раз. Есть равнобедренный треугольник B, Y, A. Да. Углы при основании их по альфа. Да. Поэтому внешний угол B, Y, C – это тоже два альфа. Да, конечно. Поэтому здесь два альфа. Да. Теперь CI равно И, Y. Ну, это можно было вверх написывать, потому что у тебя там уже было это. И еще равно CI. CI равняется YI, потому что эти два альфа, да? Да. И вот этот треугольник равен этому. Потому что вот тут у вас пять с половиной. Да, да, да. Так. Теперь, что осталось доказать? Теперь надо делать тот самый поворот. Мы это оттягивали, но надо сделать. Ну, да, понятно, что такой треугольник тоже равновидный. Какой такой? С, B, Z. Ну да, потому что у него углы абсолютно непонятные. Да. Два альфа, два альфа, да. При повороте на угол 3 альфа относительно точки Z, точка C переходит в точку B. Да. Да. Точка B переходит в точку A. Да. С, B, C, A. Переходит в точку B, C. Да. Потому что, посмотрите. Угол какой надо. Вот здесь альфа, здесь два альфа, а значит их сумма три альфа. Ну просто из семи альфа вычитаем четыре альфа, угол треугольника, и значит получаем действительно да. Куда переходит прямая TB? Ну смотрите, вот здесь тоже есть треугольник с уголами два альфа и два альфа. Значит третий угол равен три альфа. Значит здесь три альфа. Да. И значит прямая TB переходит в прямую параллельную PC. Да. Где-то здесь есть точка И, штрих. В нее перешла точка И. Да. Прямая будет проходить через эту точку, быть параллельной CP. А теперь рассмотрим вот эту часть чертежа получше. Следующая точка А, здесь точка И, здесь точка И, штрих. И прямая, проходящая через точку И, штрих, параллельную PCZ. Так? Да. Вот здесь угол два альфа. Вот здесь угол тоже два альфа. Поэтому вот здесь тоже два альфа. Потому что параллельная прямая, да? Да. Поэтому вот этот отрезок равен… Да, да, да. То есть вот этот отрезок, я его здесь выделю, это точка… Там, где параллельная прямая пересекается. Это потом мы докажем, что это Х как раз. Он равен ЦУ. Почему? Потому что здесь возникает два равнобедренных треугольника с одним углом при основании и равными боковыми сторонами. Видно? Потому что и Б штрих равно ЦИ. Ну потому что… Потому что Ц перешел в Б и перешел в штрих. Да. И вот здесь два альфа, здесь два альфа. Да. Значит основания у них тоже равны. Да. А теперь надо доказать, что сумма вот этого ЦУ и ЦХ равна отрезку ЦБ. А для этого я вначале говорил. И никто ничего не понял. Ну помните, смотрите. Мне надо доказать, что основание, то есть ЦУ плюс ЦХ равно ЦБ. Да. ЦУ равно ЦБ. Это надо? Да. Что я знаю для этого надо? Я знаю, что ИИ равно ЦХ. ЦУ равно УТ. Да. А вот здесь ЦХ равно ИУ. Помните? Помните? Да. Ну вот. А теперь пользуемся этим правильством и говорим, что ИТ равно ЦБ. И мы доказали задачу. Я ничего не понял. Так. Я здесь хотел написать. Да. У нас вот тут два альфа было и тут два альфа. Да. И тут два альфа. Поэтому В и штрих равно И штрих. какой здесь будет какая-нибудь двух альфа. Да, да, да. Что надо доказать? Что ЦХ плюс ВВ равно ЦБ. ЦХ плюс ВВ равно ЦБ. Ну да. Тогда получится, что точка Х и точка ВВ одно и то же. Да. И что? Да, да. Да, да. Это разница именно это означает. Я вспоминаю, что ЦХ равно ЦИ. А И, а ЦИ уже равно И, У. ЦХ. ЦХ равно ЦИ равно И, У. Равно И, У, да. ЦХ равно ЦИ равно И, У. Да. Напиши здесь. По ЦИ напишу И, У. ЦХ – это И, У, да. ВВ – это основание равнобедренного треугольника. Да. Которое конкуренсен треугольнику ЦИ, У. Да. Потому что у них равные боковые стороны и равные углы при основании. Да, да, да. Поэтому ВВ равно ЦИ. Да. А ЦИ равно ИТ. Да. Чему это равно? Эта сумма чему равна? ИТ. ИТ. А ИТ равно БЦ. Да. Вот. Поэтому мы доказали то, что требовалось. Ну, я теперь понял. Так. Там была цель, которая… Да. И как у нас целью? Что вы не лавите? И как вы? Нормально. Ага. Требят. И армии. Требят. И армия. И армия. Бо – вот. Но это было внутри. Как вы упор, у них, неoman. И армия. Усс.